Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Привет, с вами Вилсиком, это же просто замечательно! Маленький информационный поток о слухах, концептах, идеях, утечках, касаемо новых продуктов компании Apple, постепенно превращается в бурлящий поток, но оно и не мудрено, ведь скоро весна, это значит, гормон играет и активизируются всякие психи. Именно поэтому я создаю на канале новую категорию, которая будет называться Apple Leaks, где буду рассказывать вам о слухах, утечках, касаемо новых неанонсированных продуктов компании Apple, все, что достойно вашего внимания. Народ хочет от Apple инноваций, Тим Кук уже два года улыбается на прямые вопросы о телевизоре, огромное количество слухов и косвенных подтверждений часам от Apple, так что новые товарные категории в этом году более чем возможны, но еще некоторые ждут увеличенную диагональ экрана в следующем айфоне. Например, известный инвестор Дональд Трамп, так, собственно, в своем твиттере написал после квартального отчета, пока не будет диагонали экрана, как у Самсунга, продаю к чертовой матери все свои акции Apple. Но еще один не менее известный инвестор Карл Айкон в своем твиттере написал примерно следующее, лох депедальный Дональд Трамп, я эти самые акции покупаю, купил себе еще 500 миллионов, и теперь его капитал в компании 4 миллиарда. А поводом к созданию этого видео стал твиттер Сони Диксона, известный в узких кругах товарищ, который часто снабжает интернет подробностями еще не анонсированных устройств компании Apple, и вот 12 февраля он сначала в виде тизеров, а потом и полноценной ссылкой на свой сайт, выложил картиночки, как он пишет следующего iPhone 6. Подобные материалы, как правило, делятся на две категории. Первое — это фотомонтаж, рендер того, что люди себе представляют, как может выглядеть следующий iPhone, то, что вы видели в начале этого ролика, и второе — это полноценные сливы и шпионские фотографии еще не анонсированных продуктов. В данном случае оказалось, Диксон выложил некую комбинацию. Это фотомонтаж, сделанный под утечку. Это, конечно же, не настоящий iPhone, ни 6, ни 5, ни какой-либо еще, хотя выглядит, на первый взгляд, очень правдоподобно, и качество фотографий не ахти какое, и всевозможные пленочки вроде как одеты. И самое главное, этот рендер в данном случае основывается на последних слухах от агентства Bloomberg и китайских источников о том, что выйдет два новых iPhone, один с экраном 4,7, второй 5,5 дюймой. Да, Apple идет по пути лопатафонов, и об этом мы еще отдельно поговорим, насколько это плохо, хорошо. А вы пока пишите в комментариях, как вы относитесь, и у нас в группе ВКонтакте еще проходит голосование. Принимайте участие. Ну, а в данном случае те фотографии, которые будут в ближайшие пару дней будоражить интернет, оказались галимым фейком. А с вами был Вилсиком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное из мира Apple, также мой Twitter, там тоже последние новости, Instagram, группа ВКонтакте к вашим услугам, и пусть ваш телефон никогда не разряжается на морозе. Пока.